А я сейчас смотрю послание для вас от ваших предков. Ну, для начала, коротко давайте о вас, кто меня смотрит. Пятый аркан, жрец. Что это значит? Ну, как человек по характеристике. Вы человек традиций. Вот у вас должно быть вот так вот всё чинно, благородно, как у людей. Вы очень любите традиции, какие-то семейные традиции. Чтобы, допустим, на праздниках все собирались, несколько поколений, дедушки, бабушки, дети, родители. Чтобы несколько поколений собирались за одним столом. Родственники, чтобы тоже приходили. То есть вы вот это любите всё. Что, допустим, элементарно вы приготовили поесть, и вы любите, чтобы все вместе садились есть за одним столом. Не так, что каждый сам себе в комнате сидит и ест, да. А так, чтобы все вместе сели за одним столом, поели. Другой вопрос, что, возможно, ваши близкие вас в этом не поддерживают, да. Не каждому это может нравиться, да. Кто-то скажет, допустим, я сейчас не хочу есть, я потом буду, да. Вот, а вы, а вам нравится, чтобы вот так все вместе сели. Для вас это важно. Вот эта вот традиция, вот такая вот чувство вот этой сплочённости какой-то, да. Что мы вот, мы семья, мы стадо, мы клон. Не клон, а клан, да. Вот клан, когда стадо какое-то. Клан, когда люди, группа людей принадлежат к одной фамилии, да. Для вас это очень важно. Понятие вот фамилия, честь фамилии, честь рода, честь семьи. Для вас это очень важно. Также по жрецу, что это значит. У вас очень большая связь с родом. Да, вот у вас вот это есть понятие, почитать отца, мать свою, да, почитание старших. И связь с высшими силами у вас большая, сильная связь с высшими силами. Также, возможно, это имеется в виду, что у вас от предков, из предков у вас кто-то был вот, да, вот этим жрецом, или священник, или поп, или батюшка. Кто-то из вашего рода был однозначно. Человек какой-то знающий, знающий. Когда вот к нему люди приходили за советом, за помощью. Или это, как я сказала, священник. Возможно, это также и человек целительством занимался, врачеванием. Что-то он тут знал. Может быть, это также юристы могут быть. То есть кто-то из вашего рода, из ваших предков были. Или доктора, или юристы. Врачеванием занимались. То есть к ним люди приходили и за помощью, за советом. Также и у вас передалось вот это качество. Чем-то вы таким обладаете, какими-то такими знаниями, которые дают ключики для других людей. То есть вы тоже можете своим советом, своей подсказкой помочь человеку. Ну и, собственно, и так оно у вас и происходит, что к вам люди обращаются. Неважно даже, кем вы работаете, какая у вас специальность. Ну, как вариант, вы тоже, возможно, или в медицине работаете, в медицине, юриспруденция. Да, вы непосредственно благодаря своей профессии помогаете людям. Или даже, возможно, если у вас нет такой профессии, но в любом случае люди к вам обращаются за советом, за подсказкой, за помощью. Вот вы как будто бы знаете больше, чем другие люди. Знаете больше, да. Вот какой-то вы как будто бы опытный, знающий человек. Вот такой вот. Так, что еще о вас тут можно сказать? Вы свое, конечно, будете защищать. То, что касается непосредственно вашей семьи, вашего дома, крепость ваша, да. Вы за это будете, как говорится, горло перегрезете. Если кто-то попытается нарушить ваши какие-то границы, скажем так, да, посягнуть на ваши границы, на вашу территорию, на вашу честь посягнуть, да. Если кто-то там попытается как-то обидеть, оскорбить ваших близких, то вы кинетесь на защиту. Это мое, мое, не трогай, да, это не трогай. Или детей касается, да, или ваших родственников, родителей, что вот, мол, детей ты моих не трогай, да, или ты моих родителей не трогай. Что-то, вот если, да, что-то лишнее кто-то вам скажет в адрес ваших близких, то вы, конечно, как и львица прям будете, да, глотку перегрызете, глаза выцарапаете. Ну, потому что, опять же, вот, потому что у вас вот это вот чувство, мое, территория, да, вот, традиции, дом, семья. Да, то есть вы не будете вот так вот особняком в сторонке находиться, наблюдать, пока вас там, пока ваших близких кто-то там оскорбляет. Да, вы можете сказать, что это так любой человек поступит. Нет, не любой. Не каждый так поступает. Не каждый так поступает, не всегда и не каждый. Есть люди, которые, наоборот, человек, допустим, парафинит его ребенка, а она, она стоит, да, да, вот, она еще может подакивать стоять, она еще будет соглашаться. Когда вот парафинит ее ребенка, она не то, что там защищать будет, она еще стоит, соглашается, и она еще может от себя что-то добавить в адрес своего ребенка. Да, вот тут дети вышли за своих детей и внуков порвете. Девятый аркан вышел, отшельник. Отшельник, как вариант тоже, девятого числа родились, двадцать седьмого, восемнадцатого. Человек мудрый, умудренный опытом. Опять же тоже, вот, жрец и отшельник, они схожие. И тот, и тот, это тоже, может быть, учитель, наставник тоже. К отшельнику люди тоже приходят за советом, за помощью. И к жрецу тоже. Схожая, очень похожая энергия отшельник и жрец. Просто отшельник, он больше, конечно, вот, любит быть в одиночестве, не любит компании, он избегает вот этого, да, любит быть наедине, как будто бы избегает вот общения с людьми. А жрец, он больше такой на виду, на виду жрец. Это единственное, что, отличие может быть. Отшельник больше закрывается, как будто бы. Давайте, какое послание для вас от ваших предков, что вам скажут, что вам такое интересное скажут, что вам хотят сказать ваши предки. Почему-то, говорят, ты наша спасительница. Я не знаю. Вообще, вышел второй аркан, жрица, но вот мне пришла такой вот прям, ты наша спасительница. Ну, я думаю, тут не стоит, я не буду углубляться, да, кто такая жрица. Вы все плюс-минус, в общем, знаете, кто такая жрица, да. А почему, вот я хочу раскрыть, почему мне пришла фраза, ты наша спасительница. Говорят, ты много пережила, перестрадала. Операции какие-то, тяжелые заболевания. Когда полностью жизнь была разрушена. Сердечно-сосудистые заболевания. Сердечно-сосудистые операции. Может быть, какие-то несчастные случаи, травмы. Травмы получали. И что? Так, вы это пережили, и что, и что? Почему вы это говорите, и что? Вы это пережили, и благодаря, ну, благодаря этому, или не благо... Тут, я не знаю, насколько уместно будет сказать, благодаря этому, да, но за счет этого, за счет того, что вы вот эти все события в своей жизни пережили, говорят, что вы как будто бы вот исцелили, душа ваша исцелилась, очистилась. Да, вот вы плакали, страдали, ваша душа очистилась, ты стала вот... ты чистая, светлая. И за счет этого говорят, что ты и нас тоже очистила через свои слезы, через свои страдания. Поэтому говорят, что вы их спасительница, что вы через свои страдания очистили ваш род. Что как будто, знаете, вот часто ведь в род, там род с тяжелой судьбой, там где бедность, нищета, да, из поколения в поколение, где, допустим, вот из поколения в поколение передаются какие-то качества отрицательные, там, допустим, пьющие люди, да, были в роду, из поколения в поколение передавалось. То есть род идет на самоуничтожение, да, или бедные люди были из поколения в поколение. то, как правило, приходит в этот род вот такая чистая, светлая, сильная душа, чтобы ей даются такие испытания, чтобы она через свои страдания, слезы очистила свой род. И тогда уже следующее поколение, потомки уже будут жить более счастливо, успешные будут. Также ваши предки вам говорят, что у тебя вот эти события были, вот эти все трудности, потому что ты обладаешь талантами, большими задатками, да, вот как говорится, кто много знает, кто много имеет, с того и спрос больше. Поскольку вы, говорят, человек сильный, ты у нас сильная, жрица на вас вышла, да, вот предки вам тут показывают, что жрица ты наша, да, девочка наша, ты жрица, ты наша достойная, как это слово называется, вылетело, ты наш потомок, ты достойная, да, ты из нашего рода, обладаешь знаниями, обладаешь достоинством, вот тут вам что-то по роду однозначно передалось. И что, ты обладаешь, да, вот этими знаниями, талантами, ты обладаешь большим потенциалом и большими задатками, поэтому у тебя и в жизни это все происходит, с тебя и спрос больше, да. Вот как я обычно привожу в пример, отличник, да, напишет диктант на четверку, уже к нему какие-то притязания, скажем, да, учитель может сказать, ну вот хорошо, хорошо, но ты могла и лучше, потому что это отличница, она знает больше, она умеет больше, и соответственно с нее и спрашивают больше, да, ну вот хорошо, хорошо, но могла бы и лучше сделать, да, вот так вот, требует уже большего. А сидит там какой-то троечник на галерке, как говорится, на задней парте, двоечник какой-то нерадивый, да, его и не трогают, его и не спрашивают, главное, чтобы уроки не срывали, слава богу, да, от этого ребенка, от этого ученика и ничего и не ждут, и ничего и не требуют, потому что, ну, он, соответственно, ничего не знает. Уроки не срывает, тихонько сидит там, и слава богу, и на том спасибо. А вы, поскольку обладаете большими талантами, знаниями, задатками, с вас и спрос больше, да, вас больше и бьют, чтобы ты доказывала вот эту свою силу, что мы тебе даем силу, вот эти задатки, вы же это от своего рода получили, задатки, вот эти свои таланты, гены, да, гены, внешность, допустим, тоже, вот ты должна ценить свою внешность, эта ценность, красота твоя, да, не раздаривая ее налево и направо каждому встречному и поперечному, да, а достойному мужчине, если это речь идет о личных отношениях, да, это же тоже все передается по наследству от рода вашего, ваши вот эти таланты, задатки. Мы тебе это даем, но ты же должна это доказывать, что ты этого достойна, и ты должна это реализовать, а не просто вот так, да, заревать свои таланты в землю, как говорится, да, ну и там притча из Библии, но в переносном значении это имеется в виду, когда вот говорят, что человек зарил свои таланты в землю, когда человек не реализовал свои вот эти задатки, не реализовал свои таланты, да, ну а в притче там другой, там человек закопал свои таланты, не использовал их по назначению, И в итоге он, по-моему, потом не нашел это место, где он их закопал. И так он их и без этих денег остался. То ли от жадности пожалел. Пожалел вот эти таланты, закопал их. И в итоге потом их так и не смог найти и потерял. Остался без этих талантов. И говорят, что мы тебе даем, но ты же должна использовать это. И то, что у тебя такая жизнь тяжелая, говорят. Ну, это вот потому, что у тебя большие задатки. У тебя многие, ты обладаешь многими талантами. Не так, как какой-то заурядный человек. Вы тут достаточно довольно-таки незаурядная личность. Незаурядная, необычная. Просто другой вопрос в реальности, в жизни. Насколько вы реализовали свои таланты? Это уже другой вопрос. И с вас уже потом будут спрашивать. Что ж ты, девочка моя? Как же ты потом? Как же ты реализовала свои таланты, свои задатки, которыми мы тебя одарили? Да? Потом будут спрашивать с вас, что еще вам говорят. Очень сильная связь у вас с родом. Вам обязательно, да, нужно сохранять вот эти традиции. Дети, родители, родственники. Ну, если, конечно, там совсем родственники такие абьюзивные, да, негативные негативщики. Общий язык никак нельзя найти. Они вас всегда, они вас гнобят, пытаются как-то за вас затюкать при случае. То тут, конечно, с такими родственниками общаться не стоит. Потому что там только себе психоз можно заработать, да. С такими людьми ты как бы там не пытался настроить отношения, построить отношения. Как бы ты там с ним не пытался по-хорошему. Всегда вас как-то, человек вас обосрет. Найдет какой-то негатив. Найдет какой-то вас за что-то зацепиться. Лишь бы только вот вас, вас как-то загнобить, обосрать, да, и так далее. Вот. Ну, с такими людьми тут, конечно, не стоит с такими родственниками общаться. Потому что всегда будешь вот с таким чувством, вот, что тебя говном, грязью полили, да, ни за что, ни за что. Ну, а так-то, конечно, говорят, что вы должны быть вот как будто бы тем человеком, который объединяет, объединяет семьи, род объединяет, да. Вот, допустим, ребенок ваш женился или замуж вышел. Тоже вот традицию такую сделать, что, допустим, раз в неделю или раз в месяц вместе встречаться где-нибудь на нейтральной территории. Там, сходить в пиццу поесть, да, со своими детьми, со своими внуками, собраться со своей семьей, там, братья, сестры, двоюродные, родные. Вот так вот в идеале. В идеале говорят вот так, что вы должны такую традицию создать. А там, конечно, у каждого уже свои нюансы, свои какие-то траблы в жизни, да. Не всегда так получается. Вот такое для вас послание было. Я на этом заканчиваю. До новых встреч, на новых раскладах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова